МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 55-летний Джон Ротуэлл устроил акцию протеста у одного из самых знаменитых археологических памятников в мире Стоунхенджа. Сам памятник и его окрестности были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ротуэлл со своими соратниками 10 месяцев сидел у памятника и отказывался покидать это место. Причиной такого поведения послужил тот факт, что мужчина внезапно вспомнил свою прошлую жизнь. Он заявил, что в прошлом воплощении был ни много ни мало королем Артуром. И именно это обстоятельство заставило его протестовать, когда власти решили ограничить доступ к Стоунхенджу. Джон Ротуэлл считает, что к нему вернулась духовная память, присущая каждому жителю Земли. Неужели жизнь после жизни возможна? Неужели смерть – это всего лишь начало нового бытия? Тогда сколько у человека жизней? И когда все закончится? В том, что реинкарнация или переселение души – реальность, многие даже не сомневаются. Ведь в мире огромное количество доказательств этого. Пробуждение духовной памяти означает, что человек начинает как будто бы как некий сон, обрывочно, а иногда даже очень точно, вспоминать свою прошлую жизнь. И многие скажут, что он сошел с ума, но сам человек свято верит в свои воспоминания. Тогда возникает вопрос, что же такое смерть? Абсолютное небытие или начало настоящей жизни? Безусловно, человека всегда мучил вопрос о том, есть ли жизнь после смерти. Чем вызвана, скажем так, интерес людей к этому вопросу? Первое – это страх. Страх смерти, страх конечности своего бытия. Мы привязаны к своим близким, к своей жизни, к тому, чему мы радуемся, чему печалимся. И, конечно, представление о том, что вдруг это все заканчивается, у человека вызывает страх. Таким образом, он начинает задуматься, а что же там? С научной точки зрения смерть – это остановка жизнедеятельности организма. В Священном Писании о смерти написано, как о разделении души и тела. Всем известно, что тело тленно. Тогда возникает вопрос – куда девается душа? Согласно христианскому учению, первые три дня после смерти человека душа никак не может расстаться с телом. Она постоянно рядом с людьми, которые были любимы. Нередко родственники умершего из его комнаты слышат шумы и звуки. Душа отделяется от всего материального мира именно на третий день и готова встретиться с душами своих предков и ангелом-хранителем. Девятый день – самый ответственный. Душа человека готова отвечать за свои грехи. Этот период называют битвой за каждую душу. Самый долгожданный день – сороковой. Душа предстает перед создателем. Эта встреча и решает главное – достойна она рая или нет. Существует и другое описание путешествия души после смерти. И все больше людей верят, что душа бессмертна, и у нее есть конечный пункт назначения – космос. Человеческая душа для того, чтобы жить в космосе, должна быть определенного качества, обладать определенными качествами. Мы их не знаем. Это тоже правило игры. Но когда она реинкарнирует, то есть из жизни в жизни набирает эти качества, она действительно может жить в энергетическом виде вне живого тела. Факт существования жизни после смерти признают все основные мировые религии. Но лишь буддисты, поклонники самого древнего из существующих на сегодняшний день учения, утверждают – человек вновь и вновь рождается на Земле. Это и есть колесо сансары. Прервать замкнутый круг земных смертей и рождений могут лишь избранные. Понятие реинкарнации пришло с Востока. В Индии, Японии и в Китае большинство населения верит, что его душа вернется в новое тело. В буддизме реинкарнация подчинена четкой и вполне понятной цели – достижение состояния бодхисаттвы, наивысшего просветления. Одним из примеров такого просветления является сам Будда. Прежде чем прийти в этот мир в человеческом облике принца, ему пришлось 550 раз пройти цикл перерождения. На каждом этапе своего появления в этом мире он проявлял примеры добродетели, проявлял примеры милосердия. Он в разных обликах являлся. Например, очень известное его воплощение в облике слона. Есть даже такой эпизод, когда этот добрый слон, белый слон, срывается в обрыв с высокой горы для того, чтобы накормить людей, которые движутся, находятся в пути, чтобы они не погибли и подкрепились, могли получить силы. Сам Будда, по преданию, первую часть своей жизни в человеческом облике провел в наслаждениях. Затем он становится отшельником, общается с мудрецами, с философами и отвечает на главный для себя вопрос. Первопричиной страданий в мире являются привязанности и желания, которые никогда не смогут быть удовлетворены сполна. Эта истина открылась молодому царевичу, когда он пребывал в медитации ровно семь дней. Старт Кугутама достиг просветления и открыл это другим людям. У него появилось желание не только достичь просветления самому, но и передать это знание другим людям. Поэтому, по сути, возник буддизм. Мало верить и радоваться, что твоя душа бессмертна и обязательно вернется в новое тело. Согласно учению о реинкарнации, каждое перевоплощение напрямую зависит от прожитой жизни. Когда у нас какие-то такие вот высокие вибрации ума, они, можно сказать, божественные. Когда мы ведемся как животные, предположим, ну, у нас животное тело, и мы периодически подвержены животным каким-то эффектам. Мы двигаемся вниз, у нас более тяжелые вибрации нашего ума. И, соответственно, какие вибрации преобладают, а туда двигается существо. Как пел Высоцкий в своей известной песне, будешь жить как свинья, соответственно, родишься свинью. В некоторых случаях еще неизвестно, что лучше. Умереть с точки зрения небытия или переродиться. Недаром существует поговорка «Немудрый человек боится смерти, мудрый боится нового рождения». Пифагор утверждал, что помнит свои предыдущие воплощения и даже описывал их в своих трудах. Он считал, что душа философа может достичь совершенства и обрести бессмертие. Но если же философ погряз в материальных желаниях, он деградирует и в следующий раз рождается в облике животного. Великий философ допускал переселение душ людей в животных. Не случайно он и его ученики были вегетарианцами. Однажды, проходя мимо толпы детей, которая мучила щенка, он внезапно закричал, потребовав, чтобы дети отпустили несчастное животное. Дело в том, что философ не просто пожалел щенка, а увидел в нем душу человека, бывшего его другом. Галактион Кокуркин в предыдущем воплощении тоже был животным. Говорит, что еще в детстве к нему пришли странные воспоминания. Верить в то, что перерождение в животного стало ему наказанием за грехи прошлой жизни, отказывается. В буддизме, если ты ввел себя плохо, грабил, убивал, то ты в следующей жизни становишься каким-нибудь животным, растением или даже насекомым. Но по идее, если подумать, животные, они безгрешные. У них душа чистая, у них нет таких целей разъезжать ближнего своего и так далее. Это, может быть, так душа отдыхает, мне кажется, наверное, так. В прошлой жизни Галактион был котом. Почему именно котом, он и сам не знает. Помнит только, что заботливым был. Говорит, что его сбила машина в тот момент, когда он нес еду своей кошачьей семье. Ну, в четырех лапах перебегаю дорогу, резкий свет слева получает свет от фар. Все, темнота. Поднимаюсь выше, около, выше машины, дальше, дальше, дальше. Опять темнота. После страшного удара о капот машины в воспоминаниях Галактиона остались лишь яркий свет и жуткая тьма, которые как бы чередовали друг друга. Описать свое состояние он не может, зато точно помнит новое рождение в теле человека. Ну, дальше на меня смотрит лицо. Чье это лицо, без понятия. Мужское, женское, не могу сказать, может быть, акушер-гинеколог достал. Ну, а дальше все обыденно, как у всех детей. Впервые воспоминания о прошлой жизни пришли к Галактиону, когда ему было три года. С каждым годом воспоминания усиливались. К двадцати годам начал вспоминать, как выглядела дорога, по которой он бежал, каким был лес неподалеку и даже подумывал отыскать это место. Детали будут слишком рассловчатые. Дорога, лес. В России таких мест очень много. Воспоминания Галактиона у исследователей вызвали сомнения. Считается, что душа животного это лишь энергия, которая отвечает за физическую активность и умирает вместе с телом. Но, возможно, это не так. Ведь животные более развитые, чем человек, с точки зрения времени и пространства. Например, кошки видят параллельные миры и обладают сверхъестественными способностями. Они могут лечить и снимать боль. Возможно ли наличие способностей, тем более сверхъестественных, без души в теле? Согласно индуистской религии, все предметы, существующие в материальном мире, имеют божественное происхождение. А это значит, что у них есть душа. И эта душа может путешествовать по разным телам. В одной жизни она может родиться камнем, а в другой человеком, а в третий каким-нибудь животным. Этот храм европейцы называют храмом крыс. Храм появился 600 лет назад. У него очень интересная история, связанная с богиней Други, которая имела воплощение в обыкновенной женщине по имени Карни Мата. В легенде говорится, что мать вынашивала Карни Мату 21 месяц, а когда девочка родилась, то сразу же заговорила. Считается, что прожила Карни Мата более 150 лет и за всю свою долгую жизнь явила людям массу разных чудес. По одному из преданий сын Карни Маты утонул в озере, и она просила бога смерти яму вернуть мальчика. Но бог был жесток и непреклонен. За это Карни Мата отняла у него души всех своих прямых потомков. По ее слову, они после смерти не отправлялись в царство ямы, а переходили в тела крыс. Жители деревни Дэншак, где когда-то жила богиня Карни Мата, считают себя ее прямыми потомками. На сегодняшний день это 500 семей, которые носят одну фамилию. Де Пафтин. Все они уверены, что умерев станут крысами и будут жить в этом храме. А когда придет время возвращаться в этот мир людьми, родятся не где-нибудь, а именно в Дэншаке. И так из поколения в поколение. Я тоже Де Пафт. Сегодня моя семья дежурит по храму. Мы должны следить за тем, чтобы у крыс всегда была еда и вода, чтобы туристы не нарушали их покой, ведь все они чьи-то родственники. Среди них есть мой дедушка, который умер пять лет назад. Я его узнаю из всех. Любой житель нашей деревни может узнать своего близкого родственника среди остальных. Впервые теория переселения душ упоминается в Ведах, древнейших священных писаниях индуизма. Путешествие души после смерти описывается в мифах практически всех первобытных народов. Наблюдая окружающий мир, наблюдая процессы умирания и возрождения. И на эту мысль прежде всего наталкивал годовой цикл года, смена сезонов, когда, например, растение умирает, а потом оно возрождается вновь в свежих весенних ростках и так далее. И вот эта мысль о том, что жизнь и душа в частности циклично, она просто проходит вот эти этапы соответствующие, да, как вот происходит смена времен года, она укрепляется. В древнем Египте для умерших совершались религиозные церемонии. Считалось, что в новом воплощении это принесет им благополучие. Кроманьонцы рисовали в своих пещерах убитых на охоте животных, проводили перед изображениями ритуальные танцы и даже клали подношения в надежде на то, что сила духа животного перейдет в их тело. В современном мире наивысшими знаниями теории реинкарнации обладают тибетские монахи. Древние знания лам позволяют человеку многократно возвращаться в наш мир и даже заранее выбирать себе будущих родителей. В Тибете эту науку изучают тысячи монахов. Это уникальная местность для медитации. Здесь человек может достичь такого же состояния, как в момент смерти. В этом состоянии разум может видеть предыдущие и последующие свои воплощения. Для буддиста смерть всего лишь переход из одного состояния в другое. Человек расстается с телом и попадает в нематериальный мир, чистую страну. Так учит тибетская книга мертвых. Самый древний и самый подробный путеводитель по загробному миру. Главное после смерти осознать, что ты умер и не испугаться этого. Разум должен оставаться ясным, тогда сможешь видеть все вокруг. Это состояние Бордо, состояние между этой и последующей жизнью. По рассказам жителей древнего монастыря, расположенного в Гималаях на берегу озера Ривал-Сара, его настоятель главный лама, один из немногих, кто знал о своем сегодняшнем предназначении еще в прошлой жизни. Говорят, что об этом свидетельствуют записи, которые хранятся до сих пор. В них содержится завещание одного старого монаха, который подробно описал деревню и дом, где родится мальчик, в которого вселится его душа. В указанной в завещании день и год монахи пошли в ту деревню и нашли нужный дом. Там действительно в тот день родился младенец. Когда он достиг нужного возраста, родители привезли его в этот монастырь. Мальчику стали задавать вопросы, касающиеся его прошлой жизни, чтобы проверить, тот ли этот человек. И мальчик давал правильные ответы. Если верить буддистам, после физической смерти душа человека реинкарнируется, а тело, знавшее пороки, превращается в то, чем и заслужило быть, в прах. Но если задолго до своего ухода из этого мира человек начинает искупать свои грехи, вести праведный образ жизни, делать добрые дела и молиться, он уже при жизни становится святым. Он способен творить настоящие чудеса и исцелять больных словом или прикосновением. После смерти его тело становится нетленными мощами, которые продолжают обладать чудодейственными свойствами, или, например, святым источником с целебной водой. Вот это озеро Ревалсара и буддисты, и индуисты считают священным. По легенде, оно возникло на том месте, где древний правитель приказал сжечь святого мудреца. Как говорится в предании, ученики оплакивали своего учителя 20 лет, а потом здесь появилась вода. В один из дней в воде расцвел лотос, из которого вышел ребенок, источающий сияние. Ученики признали в нем любимого учителя. Многие древнегреческие философы тоже были приверженцами учения о реинкарнации. Платон подходил к вопросу радикально. Он был уверен, что обжоры и пьяницы в следующей жизни могут стать ослами. Люди необузданные и несправедливые могут родиться волками и ястребами, а те, кто слепо следует условностям, вероятнее всего станут пчелами и муравьями. Некоторые эксперты считают подобную теорию устаревшей. Они рассматривают реинкарнацию только в контексте переселения души в человеческое тело. Иначе все теряет смысл. Реинкарнация это перевоплощение вечной души в человеческое тело и она каждый раз предоставляет возможность человеку исправить свои грехи. Как камень будет исправлять свои души? И в каком месте у камня есть душа? Или у животного? Иногда говорят, что у животного может быть. а разве у животного есть душа? Конечно, нет. По мнению Ирины Отисковой, души могут перерождаться в животных и даже в неудушевленные предметы. Она помнит себя в воплощении коня и даже камня и еще больше 20 прошлых жизней. Она была лекарем в Древней Франции, принцессой в Германии, в Риме обычной бедной девушкой, в Албании помнит себя трехлетним ребенком. Есть учения, которые расширяют этот спектр перерождений. Это называется метампсихоз. Это именно учения о перевоплощении, которые допускают не только формы, даже живые, но и то, что в нашей категории считается неживым или полуживым, в растениях или даже в камни и так далее. Самым запоминающимся Ирина называет свое последнее воплощение. Говорит, что была разведчиком во времена Великой Отечественной войны. Я молодой парень, лет 26 мне было, и мне было, очень нравилось на войне, как оказалось, это очень странно, но у меня был какой-то азарт, и мне не приходилось убивать, мне нужно было раскрывать какие-то тайны, точнее, даже не тайны, а вот переходить через границу и добывать какие-то сведения таким образом, чтобы меня не было видно. Ирина долгое время не знала, почему с детства боится летать на самолетах. Все встало на свои места, когда женщина вспомнила момент своей смерти. И вот последний эпизод нас послали на задание за Ленинфронтом на самолете. У нас несколько человек, и наш самолет, там два самолета было, их попадают, подстреливают. Воспоминания прошлых жизней дали Ирине ответ на главный вопрос. В чем смысл жизни? Я понимаю, зачем я сейчас живу. Я понимаю, что все эти жизни, которые у меня были, они преследуют одно. Одну мою какую-то цель. Есть связь между ними. И я понимаю, зачем я сегодня живу, и зачем вообще я существую, зачем. То есть, вот этот опыт мне дал возможность получать удовольствие от этой жизни. И не паниковать, и быть оптимистом. То есть, все мои какие-то проблемы прошли. Ирина говорит, что каждый человек может вспомнить свою прошлую жизнь. Зачастую это происходит совершенно случайно, как однажды случилось и с ней. Бывают сны особые, они явно вещи и пророческие сны, в которых человек посещает места, где он точно никогда не бывал и точно их в этой жизни никогда не видел. В этом случае сон является неким воспоминанием из прошлой жизни, или, как еще говорят, сон это путешествие души по иным мирам. Карла Густава Юнга весьма интересовала тема дежавю. Он считал, что это явление связано со снами, причем в этих снах человек видел события прошлых жизней. Впервые Юнг испытал дежавю в возрасте 12 лет. Увидев однажды картину с изображением старого доктора, он обратил внимание на его обувь. Внезапно он вспомнил, что когда-то очень давно и не в этой жизни у него были точно такие же ботинки. Сам Юнг описывал эту ситуацию так. Я почему-то помнил эти туфли у себя на ногах и не мог объяснить, откуда взялась эта безумная убежденность. То есть другой человек, другая ситуация, у него появляется такое ощущение, что это уже было. На самом деле каким-то образом у него происходит инсайт, озарение, что это когда-то было, но совершенно другой человек, другая ситуация. Это точно говорит о том, что такая ситуация с этой же душой, но в другом теле у него уже была. Впервые название дежавю предложил французский психолог 19 века Эмиль Буарак. Он же описал этот феномен в своей книге «Психология будущего». Он тоже считал дежавю воспоминаниями о прошлых жизнях. Чаще это происходит в молодом возрасте. Многие эксперты уверены, дежавю подсказывает человеку верный путь, и связано это явление лишь с той жизнью, которую на данный момент выбрала душа. Перед воплощением каждому человеку показывают различные варианты его будущей жизни. То есть человек уже идет на землю подготовленным. И как раз вот этот момент дежавю это доказательство того, что все идет правильно. То есть увидя это, он знает, он сейчас вернет за угол, с чем-то там встретится. Все вот эти моменты приносят гармонию в душу человека. У физиков свой взгляд на дежавю. По одной из гипотез прошлое, настоящее будущее существует одновременно. Часы придумало человечество для собственного удобства. Вселенная же не подчиняется законам времени. И дежавю это всего лишь сбой в настоящем, который приводит к считыванию информации из прошлого. порой воспоминания прошлого подстерегают нас на каждом шагу. Встречаем на улице незнакомца и нам кажется, что мы его сто лет знаем. Возможно, это ваш друг, брат или враг из прошлой жизни. И очень часто бывает, ну, казалось бы, по работе очень близкий человек и друг, как тяжело с ним общаться, ты его не знаешь, не понимаешь, очень тяжело притираться. Ну, почему с первым человеком видели первый раз? И сразу такой контакт, а с другим уже столько лет. И этот контакт очень сложный какой-то. Это значит, пришел человек из той прошлой жизни. Как распознать человека из прошлой жизни? Часто бывает, что в отношениях один дает другому больше эмоций, помощи, сил, а тот лишь пользуется всеми этими благами. Я бы посоветовала ему задать вопрос, а может быть, я что-то задолжал или задолжал этому человеку в прошлой жизни? И тогда будет очень легко отдавать и не требовать вообще что-то давать человеку. Нужно забывая об ожидании, что тебе это вернется. Тогда жить будет легко. Это говорит о том, что существует какая-то кармическая связь у этих людей. Кармическая связь может быть между людьми, которые в прошлой жизни были знакомы, и у них остались незаконченные дела. Все, что человек не доделал в прошлой жизни, он может сделать в этой, а его собственное тело служит подсказчиком. Родимые пятна это напоминание о проблемах в прошлой жизни. Самый яркий случай воспоминания реинкарнации с людьми, которыми я общалась, это человек, которого постоянно в течение жизни убивали ножом в одно и то же место, в области шеи. И у него действительно в области шеи была такая вот интересная красная родинка, которая полностью как шрам напоминала удар ножа. И человек вспоминал, что его ударила женщина, это был мужчина. И он даже ее описывал. Если в прошлой жизни человек подвергся насильственной смерти, это становится его проблемой в этой. У жертвы преступления в новом воплощении будут новые задачи. Например, научиться прощать, не вступать в конфликты, ценить свою жизнь, а может быть даже встретиться со своим убийцей. Иногда обстоятельства смерти становятся главной фобией в следующем воплощении. Например, мне все время снится один и тот же сон с детства. Маленький остров необыкновенной красоты, света, тепла. И как его накрывает большая волна. Даже когда уезжаю отдыхать за границу, я могу загорать и вдруг неожиданно чувствовать вот этот ужас и приближение этой волны. Что это? Атлантида или какой-то другой остров или что-то другое? Очень сложно сказать, но тем не менее это свидетельствует о том, что у меня действительно была реинкарнация на таком острове. Страх перед огнем может возникнуть у человека, заживо сгоревшего в своем прошлом воплощении. Самая распространенная боязнь замкнутого пространства иначе клаустрофобия. Ей, как правило, подвержены люди, погибшие в прошлой жизни в обрушенном доме, тоннеле, пещере. Еще одной фобией страху высоты подвержены люди, которые в прошлых жизнях умерли от падения. Одним словом, жизнь настоящая напрямую связана с событиями в жизни прошлой и от этого никуда не уйти. У индусов есть такая притча, когда теленка отделяют от стада, а потом его возвращают и там стада тысяча голов, тысяча коров, которые для нас все как бы на одно лицо, теленок безошибочно из тысячи коров идет к той, которая его мать, которая его родила. Точно так же говорят индусы, твоя индивидуальная карма и реинкарнация безошибочно найдет тебя из тысячи других людей. Каждый раз рождаясь заново, мы ничего не помним ни о себе, ни о своих близких. Хотя все сведения о нашем прошлом опыте записаны и хранятся в специальной базе данных информационного поля Земли. Мы можем воспользоваться этой информацией, если научимся отключать логику и прислушиваться к собственному подсознанию. Ведь не секрет, что путешествие по прошлым жизням человек совершает чаще всего во сне или под гипнозом. Одним из направлений гипноза является регрессивная терапия. Регрессия значит возврат. Зигмунд Фрейд нередко применял этот метод в своей практике. Погружал пациента в транс, и тот вновь становясь ребенком, переживал события, которые нанесли ему психическую травму. Затем с помощью доктора пациенты, меняя свое отношение к проблеме, избавлялись от неврозов и фобий. Подобные методы применяют и сегодня. Эту девушку зовут Варвара. В своей жизни она часто встречается с несправедливостью по отношению к себе. В душе постоянное чувство тревоги и одиночества. Когда я чувствую, что в моей жизни происходит какая-то несправедливость, это значит, что что-то есть во мне, что я что-то сделала не так. Для того, чтобы увидеть себя в прошлом воплощении, отправиться путешествовать во времени и пространстве, нужно погрузиться, как говорят психотерапевты, в альфа-состояние. Уникальность такого состояния в том, что левое полушарие видит картинки из прошлой жизни, а правое их запоминает и воспроизводит. Голова становится пустой, и мысли входят и выходят, и голова совершенно пустая, и она наполняется покоем. Весь мир вокруг покой, и я сама тоже покой. Долго Варя блуждала по просторам своей памяти до того момента, пока не увидела себя в воплощении несчастного мужчины. По ее словам, этот человек обычный рабочий. Упиливает какие-то детали на огромной машине с железными колесами, тяжелые условия труда, постоянный крик. По словам Вари, рабочий подавлен и унижен. На него кричат, его оскорбляют. Более того, она в воплощении рабочего очень хотела бросить все и начать что-то новое. Во время работы на заводе этот человек, мужчина, которым была я, испытывал чувство стыда, угнетения, чувство несправедливости. Он испытывал огромное желание убежать от всего, от всех, и поэтому он уплыл на корабле на необитаемый остров, где никого не было, кроме него. Но Варя поступает иначе. Она в прошлой жизни обрекла себя на одиночество. В этой жизни она платит за преступление, которое совершила против самой себя. Те люди, которые встречаются мне на моем жизненном пути, и которые, как я думаю, угнетают меня, как я думала раньше, угнетают меня, сейчас я вижу в них своих учителей, которые показывают мне, что я не должна чувствовать себя жертвой, наоборот, относиться к ситуации так, будто она меня чему-то научит в жизни, даст какой-то толчок к развитию, к дальнейшему росту. Эксперты говорят, что колесо перевоплощения остановится лишь тогда, когда душа достигнет просветления. Для этого надо уйти из мира, в смысле вести совершенно особую, какую-то духовную, отшельническую жизнь, чтобы не создать новых кармических узлов, но это тоже спорный вопрос, а вдруг, когда наш новоявленный отшельник будет готовить свою душу, ну, как вот люди в монастырях, к выходу из колеса, в это время его отец или мать, умирающие и больные, будут остро нуждаться в его помощи, а его рядом с ними не окажется. Говорят, что со времен самого Будды никому не удавалось достичь просветления, исключением многие считают святого Хамба Ламу и Тигелова. Он был великим учителем, способным контролировать свое тело и дух. Лама сел в позу лотоса и отключился прямо на глазах своих учеников. тело его положили в кедровый короб и закопали в землю. Своим ученикам он оставил завещание. Его основное завещание звучало так. Придите ко мне через 30 лет и посмотрите мое тело. Через 75 лет я к вам вернусь. Последователи Ламы так и сделали. Спустя 75 лет эксперты, прибывшие на эксгумацию тела Хамба Ламы были в шоке. Ученые заявили, что столкнулись с чудом, которому нет объяснения. Эксперты провели исследование образцов тела Хамба Ламы и Тигелова и обнаружили в них прижизненные характеристики рост волос и ногтей. Сейчас нетленное тело Хамба Ламы и Тигелова находится в стеклянном саркофаге. Возможно, Лама стал первым человеком в нашем столетии, покинувшим колесо Сансары. В современной интерпретации в центре колеса Сансары изображено три существа. Свинья, олицетворяющая невежество, петух, знак похоти и змея, символ ненависти. Эти животные олицетворяют плотские страсти, которым подвержен человек. Колесо разделено на шесть частей. Три из них говорят о гибели и еще три о блаженстве. Со стороны частей, посвященных блаженству, расположены фигуры праведников и монахов, поднимающиеся вверх. С правой же стороны, как бы проваливаясь вниз, изображены грешники. Колесо Сансары держит в своих руках и челюстях бог смерти, как бы символизируя то, что все существа без исключения умирают и рождаются до тех пор, пока не распознают истину, пока их душа не наберется и не достигнет просветления. Опыт этих жизней он откладывает, откладывается на самом тонком уровне, то есть оно идет в душу. Душа это то, что не рассеивается, это остается всегда при человеке. Но в последующем своем каком-то воплощении она не помнит. Это специально сделано для того, чтобы человек, скажем так, проживал каждый раз новую жизнь, чтобы опыт его был богаче. Профессор Виргинского университета США Ян Стивенсен много лет собирал факты, доказывающие существование реинкарнации. Он провел несколько тысяч сеансов регрессивного гипноза, в которых приняло участие более трех тысяч детей. Первое объяснение – все, что видит ребенок, лишь его воображение. Однако ученые решили проверить, возможно, реинкарнация, о которой говорят все религии, действительно существует. Самый надежный способ подтвердить правдивость этого предположения, убедиться в существовании людей, которых видели дети в состоянии транса. Ян Стивенсен стал проверять факты, просматривать архивы, опрашивать людей, живших в тех местах, о которых рассказывали дети. Невероятно, но детские фантазии находили документальные подтверждения. Назвать свое имя в прошлой жизни могут далеко не все. К тому же большинство историй невозможно проверить. Нет достаточного количества данных о крестьянах, средневековых солдатах, купцах, древних людях. Исследователям не встретилось ни одной Екатерины II, ни одного Наполеона. И этому есть объяснение. Согласно древним знаниям о реинкарнации, душа Наполеона слишком отягощена злом и должна спуститься в более низкие миры. Вряд ли она могла бы встретиться в наше время. Дети начинают говорить о своих воспоминаниях с двух-трех лет. Зачастую, произнося невзначай какие-то факты, ребенок тут же их забывает. А родители принимают детский лепет за фантазии или игру. Мама Миши Журавлева тоже сначала не обращала внимания на рассказы сына. Сначала когда я была другую маму, у меня были другие игрушки. Другая мама мне вот это говорила. Почему сначала всерьез не воспринимали. Однако четырехлетний Миша продолжал шокировать родителей своими воспоминаниями. Маленький мальчик в деталях описывал военные действия. По рассказам было похоже, что речь шла о Второй мировой войне. Рассказывал про самолеты, рассказывал про оружие. Я в оружии не разбираюсь, но муж слушал, сказал, что он описывает оружие, которое типично для сороковые годы времен войны. Екатерина поняла, в прошлой жизни ее сын был военным летчиком. Как еще объяснить, что четырехлетний Миша знал название приборов в самолете. Очень походило, когда летчики рассказывают руками, я спикировал, и опять-таки терминология не детская, это не 4-5 лет. Рассказ взрослого человека, который умеет самолетом управлять. После рассказов Миши супруги Журавлевы попытались вспомнить свои реинкарнации. Оказалось, в Санкт-Петербурге душа Екатерины живет не первую жизнь. В воспоминаниях часто всплывали старинные виды любимого города. В растральной колонне вспомнилось, что там какой-то проход. В растральную колонну не проберешься, никто не пустит. Через несколько лет нашли статью, что есть не только из растральной колонны проход под него, со стороны зимнего, что там есть проходы, что там есть лабиринт какой-то. То есть всплыв что-то. Да, такое есть. В возрасте шести лет все воспоминания о прошлой жизни стерлись из памяти Миши. Вибрации тонкого мира и нашего несовместимы, и душа не может хранить информацию о прежних рождениях, пока находится в физическом теле. В большинстве случаев дети четко помнят момент смерти. Удалось просчитать, что интервал между смертью и рождением в новом теле составляет около 15 месяцев. Все это время душа находится в так называемом тонком мире. В мире безмятежности и спокойствия. Именно там она по-настоящему отдыхает. Также период между смертью и рождением зависит от предыдущей жизни. Один момент, это важный момент. Люди, которые не очень развитые, то есть они ленятся, они идут путем инволюции, они не хотят воплощения. Но именно они воплощаются чаще. Люди, которые развитые, которые много знают, умеют, им дается больше, дольше возможности находиться там. Алексей Местер впервые столкнулся с феноменом реинкарнации в 15 лет. Совершенно случайно ему в руки попала книга, в которой была затронута тема реинкарнации. Как сейчас помню, лет в 16 книжку, которая называлась «Гипноз для начинающих» или «Махьюэта». И помимо техник, которые были направлены на расслабление, решение каких-то психологических проблем, там упоминалась именно эта технология погружения себя, либо кого-либо другого в прошлое, в память, как по этой жизни, так и глубоко дальше. Алексей провел над собой несколько экспериментов. Ни один не увенчался успехом. Как он не пытался расслабиться и что-то вспомнить, ничего не получалось. Однажды к Алексею пришел друг Александр, и ребята решили провести сеанс гипноза. Во время первого же сеанса Александр увидел прошлую жизнь. Он оказался в Германии перед Второй мировой войной. Увидел деревню, в которой жил, дом, небогато обставленный, собственную мать. Вспомнил практически весь период недолгой жизни. Попал в вермахт, служил солдатом, видимо, был очень ревностным поборником режима, с большим энтузиазмом пошел на войну. Порядка 20 лет, наверное, было ориентировочно, когда пошел на войну. и в самом начале войны в Великой Отечественной, то есть год примерно 41-42 погиб при бомбежке в развалинах какого-то города. Какого узнать невозможно тоже. Дальше больше. Друзья начали забираться все глубже и глубже в дебри воспоминаний. Алексей мог назвать любой год, число и месяц. Александр под гипнозом воспроизводил события этого дня. Да, просто есть любопытство. Мы называли даты, я проходил по датам как можно более глубже в прошлое и действительно находились в воплощении и дальше, и дальше, и дальше, и пределы практически не было видно, что самое интересное. Ребята осваивали технику регрессивного гипноза и неудачи стали редкостью в их экспериментах. Если же он говорит, ничего нет, то есть пустое, значит попали в молоко. То есть в этот период он не жил. С того момента несколько десятков людей Алексей осчастливил воспоминаниями о прошлой жизни. Расстраивает его только одно, ему самому никогда не удавалось ничего вспомнить. ПОДПИСМЕНТЫ К сожалению, Чукча не считатель, Чукча писатель, сколько не пробовал и сам себя изначально по пленке погружать, по записи. Обращался к профессиональным гипнотерапевтам, у нас в городе есть такие люди замечательные, но, к сожалению, что-то не дается, так скажем, есть какая-то блокировка. Поразительным фактом остается невыносимое желание людей заглянуть в неизвестное. Прежде всего, вспоминать реинкарнацию в своей жизни чрезвычайно опасно для людей, которые не владеют этими техниками. Нам поставлен барьер, как в школе нечестно поглядывать шпаргалку, так и здесь мы не имеем права знать своих реинкарнаций, потому что каждый раз мы приходим с другим уроком сюда, который мы должны выучить. Или с повторением старого урока, который мы опять же должны пройти. Сегодня ученые пришли к выводу, что душа, или выражаясь научным языком персональная информация человека, в момент смерти переносится в головной мозг еще не родившихся детей. Это происходит в момент, когда один человек умирает, а другой находится в утробе матери. Это всего лишь пятимесячный эмбрион, но именно в этот период у него формируется головной мозг. Причем душа умершего не занимается долгим подбором нового тела. Радиус поиска составляет примерно две тысячи километров. Если сопоставить момент смерти одного человека с моментом перехода информации в другого, то можно проследить историю воплощения души. Если завесу тайн прошлого порой можно приоткрыть, то будущее не поддается анализу. Как говорят философы, душа все знает. Нужно довериться ей и просто жить. Ведь только она в этом мире вечно. по одной из гипотез прошлое, настоящее и будущее существует одновременно. Часы придумало человечество для собственного удобства. Вселенная же не подчиняется законам времени. И дежавю это всего лишь сбой в настоящем, который приводит к считыванию информации из прошлого. Порой воспоминания прошлого подстерегают нас на каждом шагу. Встречаем на улице незнакомца и нам кажется, что мы его сто лет знаем. Возможно, это ваш друг, брат или враг из прошлой жизни. И очень часто бывает, казалось бы, по работе очень близкий человек и друг. Как тяжело с ним общаться. Ты его не знаешь, не понимаешь, очень тяжело притираться. но почему с первым человеком видели первый раз и сразу такой контакт, а с другим уже столько лет. И этот контакт очень сложный какой-то. Это значит, пришел человек из той прошлой жизни. Как распознать человека из прошлой жизни? Часто бывает, что в отношениях один дает другому больше эмоций, помощи, сил, а тот лишь пользуется всеми этими благами. Я бы посоветовала ему задать вопрос, а может быть, я что-то задолжал или задолжал этому человеку в прошлой жизни, и тогда будет очень легко отдавать и не требовать. Вообще что-то давать человеку нужно, забывая об ожидании, что тебе это вернется, тогда жить будет легко. Это говорит о том, что существует какая-то кармическая связь у этих людей. Кармическая связь может быть между людьми, которые в прошлой жизни были знакомы, и у них остались незаконченные дела. Все, что человек не доделал в прошлой жизни, он может сделать в этой, а его собственное тело служит подсказчиком. Родимые пятна это напоминание о проблемах в прошлой жизни. Самый яркий случай воспоминания реинкарнации с людьми, которыми я общалась, это человек, которого постоянно в течение жизни убивали ножом в одно и то же место, в области шеи. у него действительно в области шеи была такая вот интересная красная родинка, которая полностью как шрам напоминала удар ножа. И человек вспоминал, что его ударила женщина, это был мужчина. И он даже ее описывал. если в прошлой жизни человек подвергся насильственной смерти, это становится его проблемой в этой. У жертвы преступления в новом воплощении будут новые задачи. Например, научиться прощать, не вступать в конфликты, ценить свою жизнь, а может быть даже встретиться со своим убийцей. Иногда обстоятельства смерти становятся главной фобией в следующем воплощении. Например, мне все время снится один и тот же сон с детства. Маленький остров. В возрасте шести лет все воспоминания о прошлой жизни стерлись из памяти Миши. Вибрации тонкого мира и нашего несовместимы. И душа не может хранить информацию о прежних рождениях, пока находится в физическом теле. В большинстве случаев дети четко помнят момент смерти. Удалось просчитать, что интервал между смертью и рождением в новом теле составляет около 15 месяцев. Все это время душа находится в так называемом тонком мире. В мире безмятежности и спокойствия. Именно там она по-настоящему отдыхает. Также период между смертью и рождением зависит от предыдущей жизни. Один момент. Это важный момент. Люди, которые не очень развитые, то есть они ленятся, они идут путем инволюции, они не хотят воплощения. Но именно они воплощаются чаще. Люди, которые развитые, которые много знают, умеют, им дается больше, дольше возможности находиться там. Алексей Местер впервые столкнулся с феноменом реинкарнации в 15 лет. Совершенно случайно ему в руки попала книга, в которой была затронута тема реинкарнации. Как сейчас помню, лет в 16 книжку, которая называлась «Гипноз для начинающих» Вилли Махьюита, и помимо техник, которые были направлены на какие-то расслабления, решения каких-то психологических проблем, там упоминалась и именно эта технология погружения себя, либо кого-либо другого в прошлое, в память, как по этой жизни, так и глубоко дальше. Алексей провел над собой несколько экспериментов. Ни один не увенчался успехом. Как он не пытался расслабиться и что-то вспомнить, ничего не получалось. Однажды к Алексею пришел друг Александр, и ребята решили провести сеанс гипноза. Во время первого же сеанса Александр увидел прошлую жизнь. Он оказался в Германии перед Второй мировой войной. Увидел деревню, в которой жил, дом, небогато обставленный, собственную мать, вспомнил практически весь период недолгой жизни. Попал в вермахт, служил солдатом, видимо, был очень ревностным поборником режима, с большим энтузиазмом пошел на войну, порядка 20 лет, наверное, было ориентировочно, когда пошел на войну, и в самом начале войны в Великой Отечественной, то есть год примерно 41-42 погиб при бомбежке в развалинах какого-то города. Он даже ее описывал. Если в прошлой жизни человек подвергся насильственной смерти, это становится его проблемой в этой. У жертвы преступления в новом воплощении будут новые задачи. Например, научиться прощать, не вступать в конфликты, ценить свою жизнь, а может быть даже встретиться со своим убийцей. Иногда обстоятельства смерти становятся главной фобией в следующем воплощении. Например, мне все время снится один и тот же сон с детства. Маленький остров необыкновенной красоты, света, тепла и как его накрывает большая волна. Даже когда уезжаю отдыхать за границу, я могу загорать и вдруг неожиданно чувствовать вот этот ужас и приближение этой волны. Что это? Атлантида или какой-то другой остров или что-то другое? Очень сложно сказать, но тем не менее это свидетельствует о том, что у меня действительно была реинкарнация на таком острове. Страх перед огнем может возникнуть у человека, заживо сгоревшего в своем прошлом воплощении. Самая распространенная боязнь замкнутого пространства, иначе клаустрофобия. Ей, как правило, подвержены люди, погибшие в прошлой жизни в обрушенном доме, тоннеле, пещере. Еще одной фобией страху высоты подвержены люди, которые в прошлых жизнях умерли от падения. Одним словом, жизнь настоящая напрямую связана с событиями в жизни прошлой, и от этого никуда не уйти. У индусов есть такая притча, когда теленка отделяют от стада, а потом его возвращают, и там стада тысяча голов, тысяча коров, которые для нас все как бы на одно лицо, теленок безошибочно из тысячи коров идет к той, которая его мать, которая его родила. Точно так же, говорят индусы, твоя индивидуальная карма и реинкарнация безошибочно найдет тебя из тысячи других людей. Каждый раз, рождаясь заново, мы ничего не помним ни о себе, ни о своих близких. Хотя все сведения о нашем прошлом опыте записаны и хранятся в специальной базе данных информационного поля Земли. Мы можем воспользоваться этой информацией, если научимся отключать логику и прислушиваться к собственному подсознанию. Ведь не секрет, что путешествия по прошлым жизням человек совершает чаще всего во сне или под гипнозом. Одним из направлений гипноза является регрессивная терапия. Регрессия значит возврат. Зигмунд Фрейд нередко применял этот метод в своей практике. Я молодой парень, лет 26 мне было и мне было очень нравилось на войне, как оказалось, это очень странно, но у меня был какой-то азарт. И мне не приходилось убивать, мне нужно было раскрывать какие-то тайны, точнее даже не тайны, а вот переходить через границу и добывать какие-то сведения таким образом, чтобы меня не было видно. Ирина долгое время не знала, почему с детства боится летать на самолетах. Все встало на свои места, когда женщина вспомнила момент своей смерти. И вот последний эпизод нас послали на задание залива фронта на самолете. У нас несколько человек и на наш самолет, там два самолета было, их попадают, подстреливают. Воспоминания прошлых жизней дали Ирине ответ на главный вопрос. В чем смысл жизни? Я понимаю, зачем я сейчас живу. Я понимаю, что все эти жизни, которые у меня были, они преследуют одно. Одну мою какую-то цель. Есть связь между ними. и я понимаю, зачем я сегодня живу, и зачем я существую. Зачем? Вот этот опыт мне дал возможность получать удовольствие от этой жизни. И не паниковать, и быть оптимистом. Все мои проблемы прошли. Ирина говорит, что каждый человек может вспомнить свою прошлую жизнь. Зачастую это происходит совершенно случайно, как однажды случилось и с ней. Бывают сны особые, они явно вещи и пророческие. Сны, в которых человек посещает места, где он точно никогда не бывал и точно их в этой жизни никогда не видел. В этом случае сон является неким воспоминанием из прошлой жизни, или, как еще говорят, сон это путешествие души по иным мирам. Карла Густава Юнга весьма интересовала тема дежавю. Он считал, что это явление связано со снами, причем в этих снах человек видел события прошлых жизней. Впервые Юнг испытал дежавю в возрасте 12 лет. Увидев однажды картину с изображением старого доктора, он обратил внимание на его обувь. Внезапно он вспомнил, что когда-то очень давно и не в этой жизни у него были точно такие же ботинки. Сам Юнг описывал эту ситуацию так. Я почему-то помнил эти туфли у себя. Слышат шумы и звуки. Душа отделяется от всего материального мира именно на третий день и готова встретиться с душами своих предков и ангелом-хранителем. Девятый день самый ответственный. Душа человека готова отвечать за свои грехи. Этот период называют битвой за каждую душу. Самый долгожданный день сороковой. Душа предстает перед создателем. Эта встреча и решает главное достойно она рая или нет. Существует и другое описание путешествия души после смерти. И все больше людей верят, что душа бессмертна и у нее есть конечный пункт назначения космос. Человеческая душа для того, чтобы жить в космосе должна быть определенного качества, обладать определенными качествами. Мы их не знаем. Это тоже правило игры. Но когда она реинкарнирует, то есть из жизни в жизни набирает эти качества, она действительно может жить в энергетическом виде вне живого тела. Факт существования жизни после смерти признают все основные мировые религии. Но лишь буддисты, поклонники самого древнего из существующих на сегодняшний день учения утверждают, человек вновь и вновь рождается на земле. Это и есть колесо сансары. Прервать замкнутый круг земных смертей и рождений могут лишь избранные. Понятие реинкарнации пришло с Востока. В Индии, Японии и в Китае большинство населения верит, что его душа вернется в новое тело. В буддизме реинкарнация подчинена четкой и вполне понятной цели. Достижение состояния бодхисаттвы, наивысшего просветления. Одним из примеров такого просветления является сам Будда. Прежде чем прийти в этот мир в человеческом облике принца, ему пришлось 550 раз пройти цикл перерождения. На каждом этапе своего появления в этом мире он проявлял примеры добродетели, проявлял примеры милосердия. Он в разных обликах являлся. Например, очень известны его воплощения в облике слона. Есть даже такой эпизод, когда добрый слон, белый слон, срывается в обрыв с высокой горы для того, чтобы накормить людей, которые движутся, находятся в пути, чтобы они не погибли и подкрепились, могли получить силу. Жил солдатом, видимо, был очень ревностным поборником режима, с большим энтузиазмом пошел на войну. Порядка 20 лет, наверное, было ориентировочно, когда пошел на войну. И в самом начале войны в Великой Отечественной, то есть год примерно 41-й, 42-й погиб при бомбежке в развалинах какого-то города. Какого узнать невозможно тоже. Дальше больше. Друзья начали забираться все глубже и глубже в дебри воспоминаний. Алексей мог назвать любой год, число и месяц. Александр под гипнозом воспроизводил события этого дня. Да, просто есть любопытство. Мы называли даты, я проходил по датам как можно более глубже в прошлое и действительно находились в воплощении и дальше, и дальше, и дальше, и пределы практически не было видно. Что самое интересное. Ребята осваивали технику регрессивного гипноза и неудачи стали редкостью в их экспериментах. Если он говорит, ничего нет, то есть пустое, значит попали в молоко. То есть в этот период он не жил. С того момента несколько десятков людей Алексей осчастливил воспоминаниями о прошлой жизни. Расстраивает его только одно. Ему самому никогда не удавалось ничего вспомнить. К сожалению, Чукча не считатель, Чукча писатель, сколько не пробовал и сам себя изначально по пленке погружать, по записи. Обращался к профессиональным гипнотерапевтам. У нас в городе есть такие люди замечательные. Но, к сожалению, что-то не дается. Есть какая-то блокировка. Поразительным фактом остается невыносимое желание людей заглянуть в неизвестное. Прежде всего, вспоминать реинкарнацию в своей жизни чрезвычайно опасно для людей, которые не владеют этими техниками. Нам поставлен барьер, как в школе нечестно поглядывать в шпаргалку, так и здесь мы не имеем права знать своих реинкарнаций, потому что каждый раз мы приходим с другим уроком сюда, который мы должны выучить. Или с повторением старого урока, который мы, опять же, должны пройти. Сегодня ученые пришли к выводу, что душа, или выражаясь научным языком персональная информация человека, в момент смерти переносится в головной мозг еще не родившихся детей. Это происходит в момент, когда один человек умирает, а другой находится в утробе матери. Это всего лишь пятимесячный эмбрион, но именно в этот период у него формируется головной мозг. Причем, душа умершего... В легенде говорится, что мать вынашивала карни мату 21 месяц, а когда девочка родилась, то сразу же заговорила. Считается, что прожила карни мату более 150 лет и за всю свою долгую жизнь явила людям массу разных чудес. По одному из преданий сын карни маты утонул в озере, и она просила бога смерти яму вернуть мальчика. Но бог был жесток и непреклонен. За это карни мата отняла у него души всех своих прямых потомков. По ее слову, они после смерти не отправлялись в царство ямы, а переходили в тела крыс. Жители деревни Дэншак, где когда-то жила богиня карни мата, считают себя ее прямыми потомками. На сегодняшний день это 500 семей, которые носят одну фамилию. Дэ Пафт. Все они уверены, что умерев станут крысами и будут жить в этом храме. А когда придет время возвращаться в этот мир людьми, родятся не где-нибудь, а именно в Дэншаке. и так из поколения в поколение. Я тоже Дэ Пафт. Сегодня моя семья дежурит по храму. Мы должны следить за тем, чтобы у крыс всегда была еда и вода, чтобы туристы не нарушали их покой, ведь все они чьи-то родственники. Среди них есть мой дедушка, который умер пять лет назад. Я его узнаю из всех. Любой житель нашей деревни может узнать своего близкого родственника среди остальных. Впервые теория переселения душ упоминается в Ведах, древнейших священных писаниях индуизма. Путешествие души после смерти описывается в мифах практически всех первобытных народов. Наблюдая окружающий мир, наблюдая процессы умирания и возрождения, и на эту мысль прежде всего наталкивал годовой цикл года, смена сезонов, когда, например, растение умирает, а потом оно, так сказать, возрождается вновь в свежих весенних ростках и так далее. И вот эта мысль о том, что жизнь и душа в частности циклично, она просто проходит вот эти этапы соответствующие, да, как вот происходит смена времен года, она укрепляется. В древнем Египте для умерших совершались религиозные церемонии. Считалось, что в новом воплощении это принесет им благополучие. Кроманьонцы рисовали в своих пещерах убитых на охоте животных. Мама Миши Журавлева тоже сначала не обращала внимания на рассказы сына. Сначала когда я была другую маму, у меня были другие игрушки. Другая мама мне вот это говорила. Почему сначала всерьез не воспринимали. Однако четырехлетний Миша продолжал шокировать родителей своими воспоминаниями. Маленький мальчик в деталях описывал военные действия. По рассказам было похоже, что речь шла о Второй мировой войне. Рассказывал про самолеты, рассказывал про оружие. Я в оружии не разбираюсь, но муж слушал, сказал, что он описывает оружие, которое типично для сороковые годы времен войны. Екатерина поняла, в прошлой жизни ее сын был военным летчиком. Как еще объяснить, что четырехлетний Миша знал название приборов в самолете. Очень походило, когда летчики рассказывают руками, я спикировал, и опять-таки терминология не детская, это не 4-5 лет. Ну, как бы рассказ взрослого человека, который умеет самолетом управлять. После рассказов Миши супруги Журавлевы попытались вспомнить свои реинкарнации. Оказалось, в Санкт-Петербурге душа Екатерины живет не первую жизнь. В воспоминаниях часто всплывали старинные виды любимого города. В растральной колонне вспомнилось, что там какой-то проход. В растральную колонну не проберешься, никто не пустит. Через несколько лет нашли статью, что есть не только из растральной колонны проход под него, со стороны зимнего, что там есть проходы, что там есть лабиринт какой-то. То есть всплыв что-то, да, такое есть. В возрасте шести лет все воспоминания о прошлой жизни стерлись из памяти Миши. Вибрации тонкого мира и нашего несовместимы, и душа не может хранить информацию о прежних рождениях, пока находится в физическом теле. В большинстве случаев дети четко помнят момент смерти. Удалось просчитать, что интервал между смертью и рождением в новом теле составляет около 15 месяцев. Все это время душа находится в так называемом тонком мире. В мире безмятежности и спокойствия именно там она по-настоящему отдыхает. Также период между смертью и рождением зависит от предыдущей жизни. Один момент, это важный момент. Люди, которые не очень развиты, то есть они ленятся, они идут путем инволюции, они не хотят воплощения. Но именно они воплощаются чаще. Люди, которые развитые, которые много знают, умеют, им дается боль. Снится один и тот же сон с детства. Маленький остров необыкновенной красоты, света, тепла. И как его накрывает большая волна. Даже когда уезжаю отдыхать за границу, я могу загорать и вдруг неожиданно чувствовать вот этот ужас и приближение этой волны. Что это? Атлантида? Или какой-то другой остров, или что-то другое? Очень сложно сказать, но тем не менее это свидетельствует о том, что у меня действительно была реинкарнация на таком острове. Страх перед огнем может возникнуть у человека, заживо сгоревшего в своем прошлом воплощении. Самая распространенная боязнь замкнутого пространства, иначе клаустрофобия. Ей, как правило, подвержены люди, погибшие в прошлой жизни в обрушенном доме, тоннеле, пещере. Еще одной фобией и страху высоты подвержены люди, которые в прошлых жизнях умерли от падения. Одним словом, жизнь настоящая напрямую связана с событиями в жизни прошлой, и от этого никуда не уйти. У индусов есть такая притча, когда теленка отделяют от стада, а потом его возвращают, и там стадо тысяча голов, тысяча коров, которые для нас все как бы на одно лицо, теленок безошибочно из тысячи коров идет к той, которая его мать, которая его родила. Точно так же говорят индусы, твоя индивидуальная карма и реинкарнация безошибочно найдет тебя из тысячи других людей. Каждый раз рождаясь заново, мы ничего не помним ни о себе, ни о своих близких. Хотя все сведения о нашем прошлом опыте записаны и хранятся в специальной базе данных информационного поля Земли. Мы можем воспользоваться этой информацией, если научимся отключать логику и прислушиваться к собственному подсознанию. Ведь не секрет, что путешествия по прошлым жизням человек совершает чаще всего во сне или под гипнозом. Одним из направлений гипноза является регрессивная терапия. Регрессия значит возврат. Зигмунд Фрейд нередко применял этот метод в своей практике. Погружал пациента в транс и тот вновь становясь ребенком переживал события, которые нанесли ему психическую травму. Затем с помощью доктора пациенты, меняя свое отношение к проблеме, избавлялись от неврозов и фобий. Подобные методы применяют и сегодня. Эту девушку зовут Варвара. В своей жизни она часто встречается с несправедливостью по отношению к себе. В душе постоянное чувство тревоги и одиночества. Когда вспомнить свои реинкарнации. Оказалось, в Санкт-Петербурге душа Екатерины живет не первую жизнь. В воспоминаниях часто всплывали старинные виды любимого города. В растральной колонне вспомнилось, что там какой-то проход. В растральную колонну не проберешься, никто не пустит. Через несколько лет нашли статью, что есть не только из растральной колонны проход под него, со стороны зимнего, что там есть проходы, что там есть лабиринт какой-то. То есть всплыв что-то. Да, такое есть. В возрасте шести лет все воспоминания о прошлой жизни стерлись из памяти Миши. Вибрации тонкого мира и нашего несовместимы, и душа не может хранить информацию о прежних рождениях, пока находится в физическом теле. В большинстве случаев дети четко помнят момент смерти. Удалось просчитать, что интервал между смертью и рождением в новом теле составляет около 15 месяцев. Все это время душа находится в так называемом тонком мире. В мире безмятежности и спокойствия именно там она по-настоящему отдыхает. Также период между смертью и рождением зависит от предыдущей жизни. Один момент, это важный момент. Люди, которые не очень развитые, то есть они ленятся, они идут путем инволюции, они не хотят воплощения. Но именно они воплощаются чаще. Люди, которые развиты, которые много знают, умеют, им дается больше, дольше возможности находиться там. Алексей Местер впервые столкнулся с феноменом реинкарнации в 15 лет. Совершенно случайно ему в руки попала книга, в которой была затронута тема реинкарнации. Как сейчас помню, лет в 16 книжку, которую называлась «Гипноз для начинающих» Вильяма Хьюита. И помимо техник, которые были направлены на расслабление, решение каких-то психологических проблем, там упоминалась именно эта технология погружения себя, либо кого-либо другого в прошлое, в память, как по этой жизни, так и глубоко дальше. Алексей провел над собой несколько экспериментов. Ни один не увенчался успехом. Как он не пытался расслабиться и что-то вспомнить, ничего не получалось. Однажды к Алексею пришел друг Александр, и ребята решили провести сеанс гипноза. Во время первого же сеанса Александр увидел прошлую жизнь. Он оказался в Германии перед Второй мировой войной. Увидел деревню, в которой жил, дом, небогато обставленный, собственную мать. Вспомнил практически весь период недолгой жизни. Попал в вермахт, служил солдатом, с большим энтузиазмом пошел на войну. Порядка 20 лет, наверное, было ориентировочно, когда пошел на войну. И в самом начале войны в Великой Отечественной, то есть год примерно 41-42, погиб при бомбежке в развалинах какого-то города. Какого узнать невозможно тоже. Дальше больше. Друзья начали забираться все глубже и глубже в дебри воспоминаний. Алексей мог назвать любой год, число и месяц. Александр под гипнозом воспроизводил события этого дня. Да, просто есть любопытство. Мы называли даты, я проходил по датам как можно более глубже в прошлое. и действительно находились в воплощении и дальше, и дальше, и дальше, и пределы практически не было видно. Что самое интересное. Ребята осваивали технику регрессивного гипноза и неудачи стали редкостью в их экспериментах. Если он говорит, ничего нет, то есть пустое, значит попали в молоко. То есть в этот период он не жил. С того момента несколько десятков людей Алексей осчастливил воспоминаниями о прошлой жизни. Расстраивает его только одно. Ему самому никогда не удавалось ничего вспомнить. К сожалению, Чукча не считатель, Чукча писатель, сколько не пробовал и сам себя изначально по пленке погружать, по записи. Обращался к профессиональным гипнотерапевтам у нас в городе есть такие люди замечательные, но, к сожалению, что-то не дается, так скажем, есть какая-то блокировка. Поразительным фактом остается невыносимое желание людей заглянуть в неизвестное. Прежде всего, вспоминать реинкарнацию в своей жизни чрезвычайно опасно для людей, которые не владеют этими техниками. Нам поставлен барьер, как в школе нечестно поглядывать в шпаргалку, так и здесь мы не имеем права знать своих реинкарнаций, потому что каждый раз мы приходим с другим уроком сюда, который мы должны выучить, или с повторением старого урока, который мы, опять же, должны пройти. Сегодня ученые пришли к выводу, что душа или, выражаясь научным языком, персональная информация человека в момент смерти переносится в головной мозг еще не родившихся детей. Это происходит в момент, когда один человек умирает, а другой находится в утробе матери. Это всего лишь пятимесячный эмбрион, но именно в этот период у него формируется головной мозг. Причем душа умершего не занимается долгим подбором нового тела. Радиус поиска составляет примерно две тысячи километров.